Сегодня мы затронем очень важную тему, отложенная загрузка изображений на сайте. Я думаю, ни для кого не секрет, что изображения занимают довольно-таки весомую часть контента. От 70 до 80% общей площади всех страниц, и их обязательно нужно оптимизировать. Даже сам Google в официальной справке рекомендует использовать отложенную загрузку изображений Lazy Loading. Я думаю, вы слышали об этом, или сталкивались, или работали, или даже использовали в своих проектах. Сегодня я расскажу более подробно о правильной оптимизации загрузки изображений на сайте. Многим известны различные плагины, такие как, например, Lazy Load, подключив которые к проекту, можно оптимизировать загрузку изображений. Подключение таких плагинов несложное, она заключается в подключении скрипта. Давайте посмотрим, то есть подключается скрипт Lazy Load.js, прописывается в JS файле подключение к определенному классу изображения, или ко всем изображениям. И указание в атрибутах тега EMG определенного date атрибута, например, date original, date src и так далее. В зависимости от того, какой плагин вы используете. Но, дорогие друзья, если вы думаете, что подключив Lazy Load к проекту, все ваши проблемы с загрузкой изображения окажутся решены, то это далеко не так. И сейчас я объясню, в чем это заключается и как это можно исправить. Я подготовил два демо. Первая демо с подключенным Lazy Load неоптимизированным. Чуть позже я расскажу про оптимизацию загрузки изображений с Lazy Load. Давайте посмотрим, что происходит. О чем я говорю? Посмотреть код. Переходим на вкладочку Network. Выбираем здесь Slow 3G. Через Ctrl F5 или через Command R перезагружаем страницу и смотрим, что у нас происходит. Страница загружается. Обратите внимание, что сначала мы видели текст на месте изображений, которые сейчас появляются. И только позже начали загружаться изображения. На данной странице находится 10 изображений. И обратите внимание, что происходит. Из этих 10 загрузились 6. Хотя мы видим всего 2. Lazy Loading. Надо было, наверное, с этого начать, но я вам сейчас объясню. Lazy Loading изображений, то есть это ленивая загрузка. В переводе на русский. Это загрузка только тех изображений, которые находятся в поле зрения нашего. В поле зрения сейчас находятся у нас 2 фотографии. Соответственно, с подключенным плагином Lazy Loading мы должны были увидеть в загрузках всего 2 изображения. Но мы видим 6. Почему же так происходит? Все очень просто. Дело в том, что до того, как изображения загрузились, в них нет никакой формы. И мы видим только текст, который находится под изображениями. Сами изображения не прогрузились. Но Lazy Loading думает, что в видимой части находится изображение. И поэтому он загружает их все. Если что-то непонятно, то я все объясню последовательно. Посмотрите, видите? Сейчас мы видели текст, описание под картинкой, но картинок не было. И Lazy Loading думает, что во вьюпорте находятся картинки, которые необходимо загрузить. И на сайтах плагинов Lazy Loading, в документации, предлагается несколько вариантов решений. Ну, например, использовать в SRC Thumb, так называемый Thumb, Dummy Image. То есть фиктивное изображение, которое занимает площадь того изображения, которое должно загрузиться. Соответственно, чтобы изображение у нас имело какую-то форму до загрузки, я имею в виду тег EMG имел какую-то форму, ему нужно фиктивное изображение, которое будет держать эту форму. И здесь есть несколько вариантов. Первый вариант. Мы можем загрузить фиктивное изображение с нашего сайта, то есть в EMG разместить Thumb для изображений, то есть вымерить размеры оригинальных изображений и сделать для них Thumb. JPEG, PNG, GIF и так далее. Или также предлагают второй вариант. Это использовать Date Image. Date Image это кодированное в Base64 изображение, которое может быть GIF, JPEG или PNG. Это короткая, как правило, не очень длинная строчка, которая заменяет изображение. Плюс этого метода в том, что оно загружается моментально. То есть мы загружаем страницу, так как изображение уже находится в HTML, в кодировке, то оно очень быстро занимает свою форму и мы видим все это дело. Но, дорогие друзья, вы, если еще не сталкивались, то столкнетесь с такой проблемой при верстке. Для каждого изображения или для каждого размера изображений, для каждого типа, необходимо подготавливать этот Thumb, так называемый. Необходимо его подготавливать. Что вы делаете? Вы открываете или Photoshop, или графический редактор какой-то, делаете размер такой же, как у оригинала, и сохраняете, например, прозрачный GIF, одноцветный или двухцветный, или сохраняете как PNG. Или можно использовать различные генераторы на различных сайтах, которые будут генерировать вам Thumb или будут генерировать вам Date EMG. Я использовал эти сервисы различные, но минус их в том, что нет одного централизованного, на котором можно сделать абсолютно все. И там бы подготовить, и скачать PNG, и так далее. Поэтому я решил разработать свой небольшой сервис. Давайте посмотрим. Lazy Load Placeholder Generator. На одной странице я собрал абсолютно все, что необходимо для создания плейсхолдера для Lazy Load. Давайте посмотрим, как это работает. Я сделал примерную верстку. Вы уже видели ее, наверное. Вот она. Я сделал примерную верстку. На ее примере я и буду показывать, как это работает. Смотрите. Мы заходим в AMG и смотрим, какой у нас размер изображения. Здесь мы видим, что изображение используется 700 на 500. Соответственно, здесь мы пишем 700, Original Image Size, то есть оригинальное изображение, и высота 500. Здесь автоматически рассчитывается Aspect Ratio, то есть соотношение сторон вашего изображения, и генерируется минимальный thumbnail, минимально возможный, размером как раз таки, как Aspect Ratio, то есть 7 на 5. И данную генерацию вы можете использовать уже в вашей верстке. Однако, в том случае, если ваши изображения не имеют ширину 100%, вы столкнетесь с проблемой. Ваш thumbnail будет размером 7 на 5 пикселей. То есть такой вариант применим только для изображений, которые имеют ширину 100%, потому что на разных динамических разрешениях изображение может быть разной ширины и так далее. Поэтому здесь можно просто нажать Full Size, и мы получаем полное изображение 700 на 500. Здесь у нас получается очень-очень длинный код, и я не знаю, насколько практично использовать Base64 с таким количеством символов, поэтому вы можете скачать Penji. И сохранив Penji, вы можете использовать это как заглушку. Но все-таки чаще всего используются на сайтах изображения, которые имеют ширину 100%. Я имею в виду в теге EMG, которые растягиваются на всю ширину контента. Поэтому именно изображение в разрешении Aspect Ratio вам подойдет. Я думаю, здесь понятно. Ну, смотрите, мы подключаем Lazy Load, мы его инициализируем на всех изображениях с классом Lazy. С классом Lazy в SRC прописываем Data, то есть SRC у нас заглушка, и Date SRC это уже настоящее изображение. Чуть позже я покажу демку, как это работает, мы посмотрим все. Хотя можете зайти на сайт WebDesign Master, там используется именно такой способ. Именно такой способ. Кроме того, дополнительно вы можете сделать паттерн для вашего изображения. Паттерн прописывается в Background Image, в CSS стилях, в отдельном файле или инлайн-ово. Это в принципе не важно. То есть вы подготавливаете какой-то паттерн пиксельный, который у вас будет отображаться до загрузки изображения. Соответственно, можете создать в Photoshop паттерн. Здесь вы можете его выбрать какой-то, допустим, вот такой или такой. Здесь я рекомендую использовать GIF, поэтому я его поставил на первое место. И у нас отображается паттерн, как он будет выглядеть. Также генерируется Base64 Image. А теперь давайте, дорогие друзья, посмотрим на реальном примере, как это работает. Давайте запустим Network, скорость Slow 3G, чтобы нам посмотреть, как это работает. Ctrl F5 или Command F5. И смотрим, что у нас происходит. Первым делом у нас загрузился Base. Мы видим фон такой красивенький, который вы подготовите для вашего изображения. То есть изображения уже держат форму. Текст не прыгает, изображения держат форму. И обратите внимание, у нас загрузилось два изображения всего. То есть так, как и положено. Те изображения, которые мы видим, те и загрузились. Листая дальше, мы видим, что у нас загружаются следующие изображения. То есть у нас все работает. Ну и даже так, если визуально неоптимизированную страницу обновить, давайте посмотрим, то мы заметим, что текст прыгает не очень красиво. Если у вас очень сложный дизайн или сложный сайт, то при его загрузке будет прыгать дизайн. То есть он будет собираться в кучу, это все будет не очень красиво. И если вы будете использовать заглушки, то у вас сайт будет держать форму. И я думаю, дорогие друзья, это замечательно. Кроме того, Google PageSpeed очень любит оптимизированные сайты. То есть сайты, которые имеют оптимизированную загрузку изображений, сайты, которые оптимизированы сами изображения. Про оптимизированные изображения мы поговорим в следующем уроке. Что еще хотелось бы сказать. На сайте открылась новая рубрика «Полезные сервисы». Здесь я буду добавлять такие интересные полезные сервисы, которые вы можете использовать в своей работе ежедневно. В частности, я планирую добавить сюда также коллекцию шрифтов, удобный поиск подключения и так далее. И многие другие. Ссылка на страницу урока находится в описании под видео. Там все ресурсы, все необходимые референсы. Спасибо за внимание. Встретимся в следующем уроке. Встретимся в следующем уроке. Встретимся в следующем уроке. Встретимся в следующем уроке.